Доброе утро, друзья! Мы сейчас едем в Украину, ну вернее, начали наш путь. Сейчас время 7 утра, 7.20. Мы попали вот в такую метель, выехали из Фридрихсхафена и едем во Франкфурт, в аэропорт. В этом году мы решили ехать не на своей машине, а всё-таки полететь самолётом. Это где-то на сутки быстрее выходит, а по цене тоже самое. Для двух человек. Вот, попали в такую метель. Сейчас приходится ехать медленнее, чем заложено было во времени. Но запас времени у нас ещё есть, так что, надеюсь, успеем нормально. Мы, получается, выехали в 6 утра, и завтра в 6 утра у нас поезд прибывает уже в Запорожье. То есть ровно сутки займёт дорога. Выбрали аэропорт Франкфурт, потому что, ну, у нас на Киев есть самолёт из Мимингена, но он по времени очень плохо прилетает, там в 12 ночи, и поездов уже нет, придётся ждать до утра. Так что мы решили поехать во Франкфурт. Тот же самый Визейр летит, но прилетает раньше в 6 вечера, по-моему, и там ещё есть поезда вечером из Киева в Запорожье. Да, сегодня 13 декабря. Это так, для влога. Не пятница. Не пятница? Почему это не пятница? Или пятница? Сегодня пятница. А, пятница. Счастливый день. 14 декабря пятница. Кстати, середина декабря, и это первый снег, который я вижу, потому что во Фридрихсхайфене ещё не было снега. Вот. Сейчас 0 градусов. До этого было минус 0,5, и там и деревья снежные стояли, и дорога была очень обледеневшая. Вот. Тот участок мы уже проехали. Сейчас получше хоть можно ехать. Ещё и на арендной машине как-то немножко боязно ехать по обледеневшей дороге. Непонятно, какие у него стоят протекторы, шины и так далее. Да, да. Продолжение следует... Привет снова. Мы уже в Запорожье. Уже второй день, в принципе. Первый день там отсыпались. Ездили по родственникам. Вот. Долетели нормально. Я в первый раз вообще летела на самолёте. Это оказалось не так страшно, как я думала. Я там готовилась вовсю, читала, что делать, если уши закладывает, если точнить начинает или укачивать и так далее. Ну, в общем, лучше особо не закладывала, а вот укачивала это, да, на подъёме и на спуске. И очень помогает, очень сильно помогало мне просто наклониться к ногам, вот как будто там шнурки завязываете или что-то такое. Может, там, в сумке пошарудиться или, ну, в общем, сделаете вид, что там что-то достаёте. Это мне очень сильно помогало на взлёте и на посадке, когда окружилась голова и начинала точнить. Вот. Сразу всё проходило. Ну, чтобы уши не закладывало, я, в принципе, рассасывала леденцы. Ну, и я не знаю, помогало это или просто ничего не было, никаких проблем с этим. Летели мы в Визеер. Самолёт отправился на час позже, потому что они там открыли регистрацию, вернее, чекин на час позже. И мы там бегом-бегом по всему франкфурскому аэропорту, бежали там очень далеко до терминала, минут 20 ходьбы, и мы там быстренько перебегали, и очереди большие были. Ну, в общем-то, вот так мы немножко задержались, но самолёт нагнал полчаса, и хорошо, что мы поменяли сразу. Мы хотели билеты на Киев, ой, из Киева в Запорожье покупать на час раньше, но всё-таки решили купить на час позже, хоть они и были дороже. Но зато без спеха всё успели. Даже успели в суши зайти поужинать. Вот. Ну, а теперь родной город, уральские казармы справа. Сразу такое ощущение было, когда прилетели в Украину, что здесь как-то всё серое. Вот, ну, вы сами, в принципе, видите. Хоть трава вот и зелёненькая, но всё равно она какая-то бледно-зелёненькая. Если сравнивать с Германией, то вот как-то всё кажется серым. Ещё, скорее всего, потому что дома здесь тоже все серые, а в Германии все, ну, не все, а многие красят с белой. Что? Дома серые, крыши серые. Да, крыши здесь тоже вот шиферные, серые такие. Но здесь люди больше заморачиваются внутренними вопросами, внутрисемейными, потому что далеко не на всё хватает денег, а наводить уже наружную красоту до этого ещё далеко в этой стране, мне кажется. Пока так. Что имеем, то имеем. По крайней мере, дороги в Запорожье, ну, далеко, конечно, от идеального, но ездить как-то можно. Хотела вам ещё поведать свои ощущения, когда мы сели в самолёт. Ну, как вы сами понимаете, самолёт был наполнен нашими согражданами, и они очень выделялись, в общем, на фоне остальных людей. То есть, я не знаю, как ведут себя другие нации, но когда мы сели в самолёт, сразу видно, что это были наши, украинцы. У детей музыка в телефонах на всю-всю дорогу. Как бы приходилось говорить людям, что это всё-таки не очень вежливо, потому что мы там, например, подремать хотим или поспать, а дети играют в какую-то фигню на всю громкость. Ну, люди, ну, можно же наушники детям одеть. И купите себе классные наушники, хвастайтесь с наушниками, крутыми, дорогими, а не полной громкостью на вашем смартфоне. Ладно, если дети там не понимают, и родители как бы тоже вообще не понимают, что они мешают другим людям, но когда взрослые это делают, включают на всю громкость какую-то фигню, и пусть все слушают, ну, это вообще выглядит как-то очень странно, и эти люди очень становятся похожими на быдло просто. Вот, так что у меня такие ощущения после самолётов. Ну, и, собственно, когда вы берёте детям еду в дорогу, то подумайте о том, чтобы это не были сильно пахнущие предметы, например, мандарины, когда они пахнут на весь салон и так далее. Ну, и духами в таких узких пространствах общественных тоже пользоваться, как бы, не очень принято, потому что у людей может быть астма, например, приступы какой-то аллергии на ваши духи. Ну, в общем, этикет, просто уровень этикета у нас зашкаливает. Я не знаю, ну, то, что дети кричат и плачут всю дорогу, ну, это понятно, но когда они бьют по спинке твоего стула, вот это уже непонятно, потому что родители должны следить за этим. Это ваши дети и ваша ответственность. Но когда взрослые ещё начинают бить по спинке вашего стула, ну, это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Когда встаёте, кстати, в самолётах, можно опереться на своё кресло, а не на кресло впереди сидячего пассажира, потому что он может спать, и вы можете его разбудить. Ну, вот и представьте, например, ваши дети балуются сзади, там тарабанят по креслу и кричат всю дорогу. Ну, кричат, с этим уже мало что поделаешь, я понимаю. Ну, какие проклятия сыпятся на их головы, потому что все люди сидят и желают им счастья, вот, и вам тоже, как к родителям. Или я не обращаюсь просто только к родителям, я обращаюсь ко всем нормальным взрослым людям, потому что вам все окружающие желают такого большого счастья, что вы можете и поболеть по дороге, и потом... Ну, в общем, оно вам не надо. Ведите себя, как приличные люди, и будет у нас нормальная, приличная страна. Все берется от индивидуальности, и как бы страна выглядит так, как выглядит индивидуальность, а не наоборот. Потому что страна и народ складываются из нас, из индивидуальности. И как мы себя ведем вот так вот, попытлячески так выглядит и весь народ. Это лично мое мнение. Если вы со мной не согласны, это лично ваше мнение. Ты со мной согласен? Согласен, согласен. Это для тех, кого замучила ностальгия по Украине. Наслаждаемся, ребятки. На отечественном автопроме по отечественным дорогам. О, разметка появилась. Привет лично. Хоть как-то поздороваюсь. Сегодня уже успела подстричься. Подстригаемся мы в Украине, потому что здесь это стоит 3 евро, а в Германии это стоит 100 евро. И кто еще знает, как найти нормального мастера, это нужно много перепробовать. Но, в принципе, я подстригаюсь раз в год на мою длину волос. Вот это мне сегодня сантиметров 15 обстригли. На мою длину волос это нормально, подстригаться раз в год. Муж сегодня тоже подстрижется. А то я его дома сама подстригаю. Уже, в принципе, чуть-чуть приловчилась, но все равно как-то немножко так криво-косо, как умею. Вот. Сегодня мы едем в село к мужу, ну, к дедушке с бабушкой, мужа проведать их. Отжали машину у брата, Славуту. Кто, друг, не в курсе, Славута выглядит внутри вот так. У нее, кроме руля и переключения передач больше ничего нет. Еще сиденья, разве что. Вот. Никаких там подушек безопасности, кондиционеров, круиз-контролей, даже магнитофона нет. Даже USB-порты тот сами приделывали. Даже кнопки рециркуляции воздуха нет. Ну, в общем, это самая базовая комплектация автомобиля, которую даже автомобилем назвать сложно. Но в Украине вот как-то так выкручиваются люди, кто как может. У нас с мужем, вернее, у мужа была сначала Таврия, которую он отжимал у своего дедушки. Потом он купил себе в кредиту приводбанка БУ Славуту. Потом он купил себе Volkswagen 93-го года. Ну, а потом мы переехали в Германию. Он купил Audi 99-го и Peugeot 99-го, которые нас сейчас вполне устраивают. Славута — это автомобиль запорожского производства, запорожского автомобильного завода, который уже закрылся. Это ещё Мамон. Он 2000 какого-то года, но мама его так хорошо использовала, что он в идеальном состоянии. Но, правда, кто знает, у кого была Славута, это просто тот автомобиль, который требует постоянного ремонта. Вот сейчас у него печка не работала, мужу пришлось под капотом открыть заслонку вручную, потому что, видимо, тросик поломался. Кстати, у кого было Славута, ставьте лайк и пишите в комментариях. Всем привет! Мы уже в Украине нагостились, уже добрались до аэропорта, все чекины прошли, паспортный контроль и так далее. Ждём наш рейс. Да. Устали? Нагулялись, у всех нагостили. Все говорят, что мы мало побыли, а мы уже задолбались домой, ходим. Да. Не снимай дяденьку. Устали. Ну, это... Видишь за день, да, там дяденьку? Нет, не вижу. Вон там все. Да, устали. Сегодня, наконец-то, солнечный день в Киеве был. В Запорожье ни одного все паснули, солнца в Запорожье даже не видели. Да. Ну, в общем, у нас такой лёгкий депрессняк, головные боли. Запах, конечно, в Украине везде стоит, в общем. Ну, задымлённые города. Знаете, мы уже как-то привыкли. В Германии воздух чище. Вот хочется уже свежего воздуха глотнуть. В общем, соскучились за дома. Пора домой. И за кошкой. Она нас там ждёт, скучает. Скоро выйдет. Будем уже лететь. Мы уже приехали в Меминген, забрали арендную машину и едем домой. Нам где-то час ехать в общей сложности. За минут сорок. Да, уже минут сорок осталось. Вот. В этот раз в самолёте была турбулентность и меня немножко так укачивало. Но наклоняться к коленкам действительно помогает. Постоянно помогало. Так что проверенный способ кому надо. Что там? А ещё хотела сказать про поезда из Киева в Запорожье и обратно. Их трусило по всем направлениям, раскачивало. Ну, в общем-то, из Киева в Запорожье мы практически не спали в поезде, потому что там было очень жарко. Был новый вагон, крутой, но, к сожалению, там было настолько жарко, что спать было почти невозможно и душно. Ну, и раскачивало его тоже очень сильно. И... А по дороге назад мы хоть выспались, но всё равно просыпаюсь... Ну, я просыпалась там каждый час от того, что поезд туда-сюда качает. Мы сейчас едем и думаем, по крайней мере, я, боже, как хорошо, что не надо угадывать разметку и не надо бежать ямы и лужи. А, да. И машину не трясёт, она идеально ровная, хорошая. А какая скорость сейчас? 130. Спокойно едешь. Света, едешь себе спокойно на круизе 130, никто не слепит, с разметку видно, куда дорога идёт, видно, все знаки аккуратно светятся, никаких хрям, ничего не надо волноваться, как ты все себе спокойно в удовольствии. Мы пришли домой, выгребли весь почтовый ящик и вот ещё нас ждёт гора посылок. И сейчас нас... А нам, наверное, ждёт кошка. Так, а ну-ка. А, кстати, да. Вот наши сумки эту сдавали в багаж, это ручная кладь, вот это тоже ручная кладь. Привет, моя кисонька. Где ты там? Моя девочка. Привет, Марля. Привет, моя хорошая. Моя, ты солнышко. Моя лапочка. А что, остальное ямкою пахнет, да? А я не знаю, чем пахнет. О, остальное ямкою пахнет. Да нет, у нас никогда не было валерьянки. Ну, какой-то запах есть. Чем-то пахнет. Саша немножко посылок принёс. А, да, ещё немножко посылок, вот. Ой, где моя киса? Пойдём. Ой. Да, я тут на проходе стою. Ну, видишь, какой-то запах. Ой, девочка. Что, 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 что тебе, что? К хозяину? К хозяину? Ой, чекать. Как ты тут испугалась? Посылок испугалась? Вот, у нас тут свет горит. Умный дом, однако. У неё еда, вода. Что, моя девочка? Всё хорошо. Всё хорошо, ну-ки. Теперь хозяева наконец-то приехали, да? Ну, ты моя маленькая. Морчит. Ну, ладно, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Теперь наше путешествие закончилось. Подошло к концу. Да? Кошка ко мне будет, скорее всего, всю ночь приставать, чтобы я её гладила. Вот так вот. Вот. Спасибо, что смотрите наш канал. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok